всем привет дорогие зрители подписчики а также гости моего канала до созревания урожая еще есть время а пока давайте поговорим о виноградных подвоев так как от виноградных подвоев не в меньшей степени зависит качество и количество нашего урожая в данном случае у меня здесь маточник подвоенных сортов я из него получаю черенки которые используют для настольных прививок прежде чем скажем так нагрузить любой куст черенками мы должны знать примерно силу роста нашего куста данном случае я оставил здесь 6 побегов на данный куст таким расчетом чтобы каждый побег был длиной не меньше 7 8 метров таком случае у нас получается хороший материал который можно будет использовать для настольных прививок то есть таким вот образом оставляем зеленые побеги и все пасынки удаляем так как пасынки не годятся для получения хорошего материала давайте на сегодняшний день я хочу рассказать об одном подвое и последующих видео буду касаться по одному по одному других подвоев которые у меня есть наличие данном случае сегодня речь пойдет о таком сорте репария рупестрит 101-14 давайте пройдем данному сорту и посмотрим но прежде чем приступить к обзору подвойного сорта репария рупестрит 101-14 я хочу показать с такой вот небольшой книжечкой который я сам сделал чтобы иметь возможность идентифицировать те или иные подвойные сорта она как справочник у меня находится до подвойные сорта в данном случае я его взял с одного из французского сайта которым они зарегистрированы там есть все фотографии в данном случае данная книжка очень не помогать скажем так то что касается одного из подвоев примеру здесь миларде де красе 101-14 это репария рупестрит да видим большой лист выглядит следующим образом также видны у нас молодые листья как выглядят и форма цветка а здесь с этой стороны находятся амплиографические признаки описаны то есть все вот эти моменты на которые нужно будет обращать внимание здесь описаны форма листа форма черешковой выемки как его бывают побеги то есть все вот эти характеристики здесь есть также здесь приведены различные подвои да здесь все подвои которые здесь у меня находятся а в конце у нас есть амплиографические признаки сортов то есть этот момент на который скажем так описывали на все моменты да если взять взрослый лист примеру да здесь краю находятся у нас черешковые зубчики краевые зубчики вот они какого вида бывают то есть размеры как они выглядят то есть широкотреугольные или же пиловидные каком виде находятся у нас цветки женские обоеполые мужские то все вот эти моменты в данной книге описаны также какого вида бывают у нас молодые побеги четвертый лист зеленый бронзовый да то есть все вот эти моменты данной книги описаны то есть на все эти моменты зная и обращая видим да здесь как выглядит у нас взрослый лист то есть все вот эти характеристики данной книги описаны давайте коснемся данного подвойного сорта репария рупестрис 101-14 данный сорт был выведен во франции 1882 году алексис миларде получил 21 сеянец и в последующем наблюдал за ним в течение 10 лет и из этих сеянцев постепенно пошло распространение и вот 1892 году через десять лет шарль де грассе вывел 14 номер да и отсюда пошло 101-14 таком образом 1893 году уже был определен данный подвой который получил широкое распространение данный подвой был на тот период широко распространен во франции так же самое он пошел широкое распространение в западной части европейского континента на тот период еще раз повторять был хороший подвой который считался одним из основных давайте посмотрим на данный сорт подвоя который образует вот такие вот небольшие ягоды до которые В последующем будут черного цвета, мелкие, небольшие, скажем так, это женского типа цветка. Также считается, есть рупария рупестрис 101-14 мужским клоном, который не образует грозди. Ну, я так думаю, что они пошли от тех сеянцев. Давайте посмотрим на, скажем так, взрослый лист. В данном случае я беру здесь побег. Здесь у меня находятся различные подвойные сорта. О которых в последующем пойдут в следующем видео. Видим здесь репария рупестрис. Взрослый лист. Он средних размеров. Черешкавая выемка у него U-образная. Зубцы на краях лопастей у них вытянутые. А по краям пластины у него треугольные такие пиловидные. Лист у него такой гладкий достаточно, то что касается взрослый лист. Ширина между узелев у него где-то 10-12 сантиметров. Побег с солнечной стороны имеет такую ярко-красную окраску. Здесь он имеет такой вот зеленый вид. Также молодые листья у него такие желто-зеленого, салатового, блестящего цвета. Практически они голые, без никакого опушения. А, скажем так, усики у него такие двойные. Это то, что касается данного амплиографических признаков, то есть внешних данных данного сорта. Данный сорт является среднерослым. Хорошо подходит для хороших плодородных почв. Также хорошо подойдет для глинистых почв. Хорошим содержанием органики, перегноя. То есть и с обеспечением влаги. Должно быть сбалансированным. Так как у него корневая система находится на поверхности относительно, она глубоко не уходит. За счет этого обеспечение водой должно быть сбалансированным. То есть не пересыхать. Также устойчивость к активной извести у данного сорта всего 9%. Если касаться извести, считается общая известь, это содержание в процентном соотношении. А активная известь, это мельчащие частицы, которые составляют всего 0,002 мм. То есть они настолько мелкие, которые взаимодействуют с нашими корнями. Так вот активная извести, она устойчива всего 9%. Таким образом она не подойдет для известковых почв. Также излишне уплотненных почв, заболоченных мест она не подойдет. Также каменистых и щебенчатых местах. Данный подвой не подойдет. У данного подвоя короткая вегетация. За счет этого она быстрее начинает сбрасывать листья. За счет своей короткой вегетации или ускоренной вегетации, сорта привитые на нем, значительно ускоряются в созревании. То, что корневая находится на поверхности, она быстрее прогревается и быстрее работает и взаимодействует. То, что я у себя заметил, если вы хорошо поливаете капельным орошением, она сила роста практически не уступает и другим подвойным сильнорослым сортам. То есть примерно составляет, условно говоря, от Кобера 5ББ где-то процентов 75-80. Также, на мой взгляд, зная все эти характеристики, где можно использовать данный подвой. Прежде всего, у данного сорта очень хороший аффинитет, то есть срастаемость с привойными частями. Она очень хорошо срастается. И за счет своей относительно средней силы роста можно использовать загущенные посадки. То есть расстояние будет укороченное. Также можно данный подвой использовать в теплицах, где срок созревания не в меньшей степени. То есть создавая теплицу, люди стараются, чтобы быстрее у нас ягода, скажем так, подошла. За счет этого и делают теплицу. Данный подвой, на мой взгляд, очень хорошо подойдет и для этих целей. Также данный подвой можно использовать в северных районах. Там, где короткая вегетация, ранние осенние морозы. Так как за счет своей способности привитые на нем сорта быстрее вызревают и лоза тоже. Не только виноград, но и лоза тоже. На данном подвое Репария Рупестрис у меня привит сорт Аватар. В последующем, при созревании, я покажу, как ведет себя Аватар на Репария Рупестрис и также на Кобере 5BB. В следующем видео мы коснемся другого подвоя, который находится у меня. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока. До новых видео.